Головки льна, кажется, еле стоят на ветру. Сухая скорлупа разлетается от прикосновения. Через минуту их уже скосят. Хозяйство Иваново из села Контошина уже убирает технические культуры. Здесь маслячный лен. Семяна льна, очень важна их однородность по цвету. Вот, например, вот эти светлые очень хорошо подойдут для пищевой промышленности. А вот потемнее уже нет, либо потребуют дополнительной обработки. Урожайность в этом году заметно просела. Не знаем, по каким причинам пока будем разбираться, но ниже прогнозируемый на 3-4 центера. Это на четверть меньше обычного, объясняет путинцев. При том, что меньше в этом году и сама площадь под маслячный лен. Солома от него легко воспламеняется, засоряет технику и уборка такой культуры обходится дорого. Хотя сырьем ее стабильно продают в регионы страны и даже за рубеж. Пшеницу здесь тоже собрали. По словам Путинцева, качество товарное. Поэтому сбывать третий класс за 9 рублей жалко. Будут ждать зимы и цены в 12 рублей. Что касается политической культуры гречихи, то в хозяйстве Иванова площадей под нее не сокращали. Вопреки таким прогнозам уже несколько лет. И возможно в этом году она принесет предприятию больше прибыли, чем обычно. Гречка развивалась хуже по причине холодного июня и по причине отсутствия солнца в июле, когда были лесные пожары, был смог. Поэтому я считаю, что урожай будет, наверное, чуть-чуть ниже прошлогоднего. Ну и стоимость чуть-чуть выше, видимо, да? Ну стоимость, наверное, да. Потому что по России очень высокое сокращение площадей под гречихой. В целом, по данным статистики, на Алтае заканчивает убирать ячмень, молоть овес. С учетом урожая с озимых, валовый сбор пшеницы уже превышает миллион тонн. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.